Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы отвечаем на вопрос «Когда наступит конец света?». Вот, конечно, удивительно, что именно такой вопрос волнует многих, потому что часто назначались те или иные даты, и люди верили в эти даты и в 90-е года, и в прочие другие года, и никогда это не исполнялось. Но прежде всего хочется отметить, что, собственно, что подразумевается под концом света? Вот истинный свет, он никогда не прекратится и не исчезнет, потому что подлинный истинный свет есть сам Бог. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Еще в Священном Писании говорится, что Господь обитает в неприступном свете, и этот свет, он не прекратится никогда, потому что он всегда был, есть и будет. И люди обретают вечную жизнь в приобщении к Божьему свету, то есть Божьей благодати, и в этом самая суть Царствия Божия. А вот если говорить про наш земной мир, где такие вот вещественные светила, солнце, другие звезды, то, конечно, у них есть свой запас энергии, который обречен на прекращение. Хотим мы того или нет, потому что любой материальный запас энергии прекращается, оскудевает. И если горит какой-то вот костер, то рано или поздно он потухнет, и сколько бы ни было энергии у солнца, рано или поздно оно погаснет. Вот мы читаем в Священном Писании о кончине этого видимого мира, в частности, во втором соборном послании апостола Петра, «Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюблены, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть Священное Писание говорит нам, да, действительно, этот мир прекратит свое существование. Вот как ветхозаветный допотопный мир закончил свое бытие благодаря всемирному потопу, так нынешний мир окончит свое существование посредством какого-то огня, который все охватит. И мир прекратит свое вот это тленное бытие. Но, как говорит тот же апостол Петр, мы ожидаем новых неба и новой земли, на которых обитает правда. Это значит, что не полное уничтожение мира, а его преображение. И огонь этот будет очистительный огонь, из которого уже как золото из горнила выходит очищенным, так и мир выйдет преображенным. Но самое-то главное, что эта кончина видимого мира, она будет сопровождаться страшным судом. И вот нужно думать не о конце света, не о том, когда наступит этот конец. Потому что вот сам Господь неоднократно говорил, и в Евангелии от Матфея мы читаем, что о дне же том и часе не знает никто ни ангела небесные, а только Отец Моодин. Так говорил сам Спаситель. То есть невозможно ставить какие-то сроки и назначать какие-то даты. И если кто-то их устанавливает и назначает, то он уже заблуждается и обольщает других. Поэтому верить этому не надо. А Господь именно долго терпит и оттягивает эти сроки, дабы как можно больше людей смогли спастись, смогли покаяться и приобщиться к Господу. И вот думать-то надо не о сроках кончины этого видимого мира, а о том, какими мы сами предстанем пред лицом Божиим. Потому что для каждого из нас вот этой кончиной является наша смерть на земле, когда мы расстаемся с этим тленным телом, выходим душою и предстаем на суд Божий. Это более важно. С какой душой мы предстанем пред Господом? А случиться это может в любой момент. Поэтому самая главная задача в нашей жизни – это очищать свое сердце, дабы, когда бы ни случилось нам перейти, всегда быть готовыми и оказаться именно с Господом. И в этом самая суть духовной жизни. То есть не потерять время, отведенное на земле, а употребить его для очищения своего сердца и для созидания добра и добрых дел внутри своей семьи, вокруг себя, постараться привнести то, чего так не хватает людям – тепло, любовь, отзывчивость. И через это помогает другим спасти и свою собственную душу.